Всем привет, ребята! И добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня у нас с вами будет грандиозное видео, я даже боюсь себе представить, сколько оно будет длиться, потому что мы с вами будем обсуждать фавориты и разочарования за прошедший год. В основном это будут палетки теней, и если мне хватит сил моральных и физических, то еще что-нибудь добавлю для лица, там, для губ, посмотрим по ходу. Но самый главный упор у нас будет, конечно же, на декоративку и в основном на палетки теней. Так что я вам предлагаю просто приготовить ужин, обед, завтрак, взять что-то с собой попить, какой-то кофеек, чаек. Думаю, видео будет длинным, но, надеюсь, при этом очень интересным, и давайте скорее начинать. Итак, ребят, это видео я решила начать с палеток брендов, которых у меня, знаете, было там 1-2, в общем, не очень много. Типа начинала я знакомиться с брендом, пробовала не очень много, но какое-то впечатление у меня все-таки это отложило в памяти. И первый бренд, это Анастасия Баверли Хиллз, я пробовала 2 палетки. Первая была Амрези, которую я привезла из Краснодара, из краснодарской Сифоры. И мне казалось, что это что-то очень-очень красивое, она у меня, знаете, лежала, стояла очень долго, я прям сюда подходила, прям какие-то драгоценные камни были. На деле у меня отложилась в памяти какая-то, знаете, небрежность, что ли, в этих палетках. Там такой черный глянцевый фон, на котором расположены оттенки, и вот они постоянно какие-то сыпучие, то есть я уже даже новую палетку я открываю, я вообще не трогала, и все равно там какая-то вот грязюка. Не знаю, вот это прям как-то мне не очень понравилось, не знаю, возможно я придираюсь, но какое-то вот такое впечатление, немного небрежности, какой-то неаккуратности у меня осталось. По оттенкам, я помню, я очень-очень сильно замучилась делать макияж с этой палеткой, потому что там какие-то вот оттенки такие вроде типа красивые, вроде интересные, а, например, фуксия был и голубой оттенок, но это просто какой-то кошмар. Они настолько смотрелись дешево и некрасиво. Я в общем помню, у меня там был какой-то огромный просто макияж до бровей, потому что я уже не знала, чем это все исправлять. В общем, палетка Амрези мне вот так вот по памяти вообще не понравилась. Вторая палетка была Карли Байбл, там уже все было так чинно, благородно. Мне понравилась ее цветовая гамма, там очень красивые были талповые оттенки, что матовые, что шиммерные, очень красивые были металлики. Мне понравились макияжи, которые у меня получили с этой палеткой, я даже думала там на день рождения кому-то сходить. Вот эта палетка мне понравилась у Насти, но знаете, вот больше я пока ничего не хочу у Насти пробовать, вот вообще. Там у нее вышел какой-то мини-софт глэм, не знаю зачем. Короче, я пока не хочу ничего от Насти больше пробовать, пока мне ничего не интересно. Дальше бюджетный бренд Lamelle, палетка Your Secret, которую я тестировала совсем-таки недавно. И у меня был обзор, где я сравнивала их две палетки, Lamelle за 600 рублей и Huda за 6000, и выбирала из них, что смотрится красивее и что заслуживает свою цену. Посмотрите обязательно это видео, оно очень показательное, макияжи там получились красивые, но какой из них выбрала я, это оставлю интригой, заходите в то видео. До этого у меня была, знаете, обычная какая-то палетка, не очень пигментированная, Shop Chocolate, по-моему, она называлась, там было не очень все. Я ее, по-моему, утилизировала. А вот палетка Your Secret, вот такая вот, очень-очень красивая, мне она понравилась. Единственный минус там, это матовые оттенки, которые плохого качества, там есть темно-коричневый, он никакой, он улетает с века, два рыжих оттенка, зачем они есть, но вот за счет шиммеров эта палетка очень хорошая за свою цену. Также в этом году мы с вами попробовали тени Mark Jacobs, его такая новая коллекция, вышла Extravagance, она называлась. Эта палетка была такая полосатая, как пчелка, очень-очень красивая, и, по-моему, это вторая палетка, куда уже Mark вставила свои вот эти вот красивые шиммеры, чуть ли не глиттеры. Очень-очень красивое такое сочетание золото-оливковое, шикарное качество теней, очень красивое оформление, как будто это Porsche в мире теней. Очень-очень прекрасное, я поэтому еще взяла прошлогоднюю лимитку тоже от Mark, нашла ее и буду снимать на нее обзор, потому что, по-моему, вот она как раз была первая, где вот эти вот шиммеры были в палетках. То есть до этого там все было настолько скучно, короче, я не рекомендую выбирать старые релизы от Mark Jacobs, а вот новые, новые, да. Новые это круто, и я даже на какой-то праздник, по-моему, на день рождения мужа, у меня осталось 2 минуты, просто чтобы гости с первого этажа поднялись на мой, мы зашли, и я сделала макияж этой палеткой, он смотрелся очень красиво, праздничный, занял у меня просто буквально 2 минуты. Также мы с вами тестировали Nabla Cosmetics, по-моему, у них так бренд называется, и там была палетка Dreamy 2, вот, и эта палетка мне понравилась, там есть что-то такое интересное, очень красивые были лавандовые оттенки, но пока, вы знаете, больше от Nabla я пробовать ничего не хочу, потому что, ну, как-то, не знаю. Side by side какая-то скучная по мне палетка, может быть, посмотрим что-то еще. В самом начале этого года мы с вами тестировали новогодний набор от Too Faced, где там просто и огромная палетка теней была, которой я делала макияж на Новый год, потом были палетки глиттеров, были красивые оттенки помад, то есть там прикольный такой набор был, которым я пользовалась. Мне очень понравилась та палетка, очень красивые там были оттенки, и сейчас что-то как-то к нам в Эльдебуте я ничего не приехала от Too Faced нового, вот, а так что-то заказывать я пока не хочу, но вот сама концепция мне очень понравилась, там было оформление такого домика пряничного, пахло вкусно эта косметика, в общем, очень-очень мне. Мне понравилось, я иногда люблю такое. Также немножко отойдем от палеток, и в этом году прям хайпанули, так хайпанули белорусы, наши братья, с брендом Бернович. У них были очень красивые спарклы, у меня их есть, по-моему, штуки 4 или 5, очень красивые оттенки, мне понравились все абсолютно, которые у меня были, там есть яркие, там есть и не спарклы, а вот что-то такое, знаете, более-менее сатиновое на каждый день, очень мне понравились макияжи с ними, очень легко работать, да, они дорогие, но очень хорошая у них и пигментация, а какое сияние, так вообще, я оставлю все, кстати, ссылки на палетки, на тени, которые я сегодня напоминаю в видео, поэтому заходите, посмотрите подробно, там очень-очень все красиво. И последняя палетка из этой категории, это Jeffree Star Blood Last, я очень хотела эту палетку в шкатулку, мне так нравилось, как она выглядит, но по итогу оказалось то, что матовые такие каменистые, да, там пастельная была гамма, понятное дело, что она не у всех хорошо получается, там она была прям такая очень хорошо пигментированная, за это плюсик маленький, но по факту шиммерные оттенки были каменными, помню тот оливковый, боже, он просто превратился в какое-то месиво, и в основном шиммеры, они такие тоже, как будто бы какая-то слюда, такая крупная частица, то есть я не знаю вообще, зачем такое делать, в общем, я не любитель, не фанат таких теней, мне не понравились эти тени. Также мы с вами тестировали еще один бюджетный бренд, это был Makeup Revolution, тени, которые я покупала на Wildberries из серии Reloaded, там типа был, знаете, такой бюджетный аналог теней от Анастасии Баверли-Хиллз Салтри, но качество вот именно у этих палеток, у Revolution совершенно чудовищное, мы платим 400 рублей за странную формулу матовых и за совершенно чудовищные шиммеры каменные, просто ты один раз к ним докасаешься, там такая корка просто, ужас, ужасные совершенно тени, единственная палетка, которая еще более или менее была нормальная, это, по-моему, она называлась Visionary, вот эти вот палетки Reloaded серии, не дай бог, просто никому не рекомендую. Дальше я постаралась считать, сколько за год палеток у меня было одного бренда, и на очереди у нас с вами Pet Magrath, удивительно, но они стали появляться у меня в коллекции, стали появляться обзоры на Pet, я когда-то себе даже не могла этого представить, и я насчитала целых 5 палеток за год от Pet Magrath, и первая палетка у меня была Divine Rose 2, там как раз-таки был прессованный мультихром, это прям-таки инновация, феерия просто в косметических кругах, на косметическом рынке, но мне не понравилась эта палетка, мне она не понравилась по своему качеству, по соотношению именно цены и качества, потому что даже вот этот вот прессованный мультихром, он красиво свочился, да, окей, но он, знаете, абсолютно сухо смотрелся на глазах, то есть не было такого зеркала красивого, ничего такого не было, абсолютно. Все было сухо, да, был шифт, но за счет того, что это все смотрелось сухо и как-то ненасыщенно, то есть был пофиг уже, что там что-то какой-то шифт происходит, это не смотрелось так, как, я думаю, должно было смотреться. Еще одну палетку, четверку мы с вами посмотрели, мы с вами обозрели, это была Накчана Нирвана, фантастические оттенки, бирюзовый, фиолетовый, золотой и очень-очень красивый зеленый, вот зеленый, это, наверное, единственный оттенок, который мне понравился, чуть-чуть еще понравился голубой, бирюзовый, ну так, ничего особенного нет, ужасный был фиолетовый, я так понимаю, что качество этих палеток страдает, вот так вот, просто от одной к другой, чудовищный он был, он не набирался, он смотрелся грязным, мне вообще он не понравился, и золотой, золотой, я не знаю, золотые есть, мне кажется, уже везде, красивый золотой, если был бы, да, но там вообще, ну, такой, знаете, не особо какой-то примечательный, в общем, мне эта палетка не понравилась, и опять-таки она не соответствует вот качеству и цене, вот эти вот два основных момента, потому что косметика это премиум, люкс считается, и за такую цену я хочу, чтобы у меня все было чудесно. Дальше была палетка «Моя любовь» «Selestial Divinity», это палетка на 18 уже оттенков, которая включает в себя кучу, просто кучу красивых дуахромов, это финиши уже не Special Shade, а металлики, и я этому очень-очень рада, тени очень кремовые, красиво наносятся, шикарно все это держится, переливается, чудесная, просто прекрасная палетка, и учитывая то, что она стоит практически в половину дешевле, чем большие Mothership, это очень хорошее предложение. Следующая палетка, это тоже была из серии с вот этим вот глазиком, у меня тоже есть на нее обзор, она была с синим и коричневым рефилом, она называется Interstellar Icon, и мне она понравилась, но понравилась чуть меньше, сейчас объясню почему, потому что там вот этот вот голубой да синий, на который делается основной упор, он какой-то был, знаете, не настолько насыщенный и пигментированный, который вот я вот такую насыщенность жду, и ждала бы, например, в Lame очень хорошая пигментированность, вообще ничего там не дырявит, никак не плешивит, здесь вот все-таки мне кажется, что нужно было бы сделать его более насыщенным и пигментированным, а так она носила на подложку, и тогда, да, был хороший результат. Палетка Fleur Fantasia, это тоже из этой же серии, что Interstellar Icon и Mothership Mega, эта палетка очень красивая, весенняя, такая, с очень пастельными и красивыми оттенками, да, там два хайлайтера, да, там только один матовый и один металлик, но в том макияже, в котором я показывала эту палетку, она мне безумно понравилась, она очень-очень красивая, и в сочетании с черным карандашом в оттенке металлика есть блесточки голубые, и вот там они проявились очень-очень красиво, вот эта палетка прям моя любимая из четверок. И совсем недавно у меня вышел обзор на еще на одну четверку от Pet, это уже вот эта вот палетка, у меня сегодня макияж выполнен ей, мне она не понравилась, я не буду долго на ней останавливаться, потому что видео вышло только совсем недавно, заходите, пожалуйста, и посмотрите про эту палетку поподробнее. Это тоже серия Special Shades, и узнаете, что я думаю конкретно об этой палетке. Получается, что изменяю я цифру Pet Magrat палеток на 6, и мы переходим к палеткам от Наташи Диноны. Сразу хочу сказать, что палеток от Наташи Диноны мы с вами попробовали в этом году больше всего. Их было 9 штук, это были и палетки такие среднего размера, и палетки, которые миники, которые стоят очень хорошо, прям отличная цена у них. И, в общем, хочу сказать, что мне понравились больше новые выпуски, чем старые. Мини-голд малышка, которая очень-очень популярна на Ютубе, все абсолютно ее хвалят, но я думаю, что один нюанс надо сказать, то что там определенно оливково-фисташковая гамма. Она, я так понимаю, не всем подходит, я когда с вами беседовала по поводу этой палетки, не все были так прям воодушевлены, как большинство людей, например, в обзорах. То есть не каждому она подходит. Это прям такой единственный нюанс, качество, качество отмены, качества нет никаких претензий. Палетка Cranberry, это моя самая любимая палетка от Наташи Диноны. По соотношению, да, качества и как это смотрится на глазах, очень красивое ягодное сочетание. Я просто тащусь от этого качества. Я снимала рейтинг палеток Наташи Диноны, в котором она заняла первое место. Так что заходите, посмотрите на нее поближе. Ссылка будет в описании. Также была палетка Minitropic. Я ее снимала в коллаборации вместе с Юлией Игнис Спейс. И она очень-очень меня поразила. Там такие красивые оттенки. Насыщенные голубые, лавандовые, синие. Очень красивый был оттенок Mint Frost. Макияж настолько насыщенный. Мне он очень-очень действительно понравился. Палетка очень классная. Палетка Bronze у меня ассоциируется с летом, с морем именно к этому периоду. Именно в этот период я ее и покупала. Мне очень-очень она понравилась. Я делала с ней целых 4 макияжа. И тогда, с тех пор, у меня стало самое любимое, одно из самых любимых сочетаний. И это бронзовая и баклажановая. Если вам интересно, как это смотрится, заходите, посмотрите на мои макияжи. Я очень-очень теперь люблю такие макияжи. Чуть меньше понравились палетки, которые идут пятерки. То есть это не мини, это что-то среднее. Цена у них достаточно-таки высокая. У меня была палетка в оттенке 04 и 08. 04 это бронзово-красная палетка. И мне она понравилась в меньшей степени. Мне кажется, что там формула устарела. А вот палетка 08 мне понравилась больше. Она иногда, вот знаете, из того обзора я заметила, и вы тоже заметили, мне писали, что видна какая-то грязь. Потому что я наносила этот шиммерный оттенок в складку, как показывала сама Наташа Динона. И реально он, знаете, на камере давал какую-то грязь. В жизни этого не было, а вот блик попадал так, что здесь вот было грязноватое пятно. Так, палетка очень необычная. Она, мне кажется, тоже не для всех. Она не такая популярная, но качество там намного лучше, чем вот у ее подружки 04. В 08 очень все кремовое, красивое. Мне она понравилась. Также были палетки мини-ретро, мини-глэм. Это практически такие еще свежие дуновения выходов, да, релизов новых от Наташи. Мне понравилась и мини-глэм. Это такая палетка больше на каждый день. И мини-ретро. Вот если мини-глэм, то можно немножко, знаете, с ней поскучать. А вот мини-ретро, она такая поинтереснее. Там необычная такая гамма, серовато-оливковая с розово-персиковым. То есть такого до этого не было. Очень интересно. Тоже я делала с ними обзор. Заходите и посмотрите. Ну и палетка, которая у меня, наверное, самая дорогая теперь в коллекции. Она, наверное, даже стоит дороже, чем Мазошип. Это палетка Триохром. Мне очень нравится эта идея прессованных мультихромов. Это все смотрится неожиданно, необычно. С какой-то стороны плохо. Я, по-моему, не советовала эту палетку у себя на обзоре. Но, вот знаете, какая-то частичка все-таки любви поселилась в моем сердце. И в большинстве в своем как-то сейчас я отношусь к ней очень тепло. Надо еще ее достать. Еще вместе с вами покраситься. Придумать какие-то необычные сочетания. И обновить наши чувства. Также в этом году наш с вами канал почтили своим присутствием палетки от бренда Lime Crime. Я попробовала целых три палетки. Это были палетки Прелюдия Хрома. Это, можно сказать, такой самый яркий, наверное, запуск. И эта палетка мне понравилась больше всего. Там очень красивое сочетание. Все, на первый взгляд, они какие-то странные. Я долго думала, заказывать ее или нет. Но у меня тоже было очень много на нее макияжей. На эту палетку снято видео, обзоров. И все макияжи с ней мне очень-очень понравились. Я ее брала с собой в отпуск. Идеальная, просто идеальная палетка была для меня. Также я попробовала палетку Immortalis. Там уже такая готическая гамма. Там что-то такое сероватое, больше холодное. Тоже немножко с бордовым палеткой. Мне понравилось. Там есть красивые металлики. Один чуть более такой коричневатый. Другой такой похолоднее серебро. Палетка мне очень даже понравилась. Своим необычным и оформлением. И качество у нее тоже было хорошее. Также я попробовала палетку Venus XL2. Мне очень понравилось цветовое решение. Потому что гамма палетки такая, знаете, необычная, землянистая, какая-то травянистая. Какие-то оттенки осенней листвы даже в ней есть. Включала она в себя также и мятные, и розовые. Мне понравилась гамма этой палетки. Но я все-таки поняла, что вот опять-таки, знаете, ранние, более релизы от Lime Crime мне нравятся меньше. Там больше сатинов, а я люблю больше металлики. Следующий бренд, это самый любимый на моем канале. Хотя, так-то и не скажешь, Наташа Динон 9 палеток. А у Huda Beauty у нас тоже было с вами 9 палеточек. Я попробовала палетки, посвященные камням. Сапфировая палетка, голубая, синяя. Очень мне понравились мои смоки, синие, матовые, где не было абсолютно никаких проплешин. Очень-очень она красивая. Красивая, необычная формула была у ее металликов. Если их наносить влажным способом, они прям такие становились как краска и давали прям новую абсолютно текстуру. Я такого не видела. Также была зеленая палетка Emerald. Она мне тоже очень-очень сильно понравилась. Заходите, посмотрите макияжи. Эти образы вообще одни из моих самых любимых. Также мы с вами попробовали палетку New Nude. Это был не новый релиз, но у меня все душило жаба за 5000 покупать палетку не новую. Не новый релиз, поэтому я ее все как-то откладывала. Палетка мне понравилась. Но опять-таки мне показалось, что вот именно все-таки формула. И знаете, там два глиттера были немного устарелыми. То есть там прям они, вот именно блестки такие сухие были. Сейчас уже производители, да и сама Huda делают классные глиттеры. Такие с чем-то связующим, да, чтобы это все не распоталось. И вот эта формула мне нравится гораздо-таки больше. Палетка сама очень хорошая New Nude. Также я попробовала все палетки из коллекции Nude Obsessions и Light и Medium и даже Deep или Dark, как она там называлась. Rich, Rich. Мне они тоже понравились. Меньше всего мне понравилась палетка Light. Мне там не хватало все-таки этого затемнения. А все остальные последующие палетки мне понравились очень даже. И самая, конечно, моя любимая палетка была Ретроградный Меркурий. Это просто фантастика. Там как раз эти были глиттеры в связующем звене, которые очень-очень красиво смотрелись. Оттенок Nebula, Mercury. Это самые красивые оттенки. Супер нового, просто вообще супер. Обалденная палетка, я ее обожаю. И из новенького мы с вами только недавно попробовали палетку Naughty. Это последний выпуск больших палеток в этом году от Huda. Мне она тоже понравилась. Там добавились и новые текстуры, и новые оформления. Заходите, посмотрите, что я сделала с этой палеткой. И заключающий бренд, я думаю, который мы с вами тоже все полюбили такой нежной-нежной любовью. Это бренд Charlotte Tilbury. У меня было всего 4 палетки от Charlotte Tilbury в этом году. Это была Celestia Lies. Очень-очень красивая палетка. Палетка украшалок, но она в то же время и самостоятельная. Я делала с ней макияж, затемнение и все остальное. Только этой палеткой смотрелось просто изумительно. Палетка, которая понравилась мне меньше всего, это была Pillow Talk. Вот это Pellet of Pops. Там очень, знаете, вот эти вот металлики сильно уж очень покрывались корочкой и практически не давали какого-то сияния. Это приходило к каким-то просто адским способам, чтобы это красиво все вам показать. Поэтому тоже заходите и зацените мой труд. Следующая палетка была Aptian Girl. Она очень хорошая, она по качеству лучше, чем... Она по качеству такая же, как и Exaggerize. Только Exaggerize была больше такая, ну как бы нюдовая, да. А это серая, серебристая. И она хорошая по качеству. Но мне, знаете, показалась скучноватой, потому что она какая-то вот однобокая. То есть сделал ты макияж, он исключительно у тебя в серых тонах, ну и все как бы на этом. Палетка, которая у меня сейчас была самая последняя, которую выпустила Charlotte к Рождеству, к Новому году. Dazzling Diamonds. Она мне очень сильно понравилась. Там очень красивый такой перелив на глазах. Получает сочетание оттенков необычное. Поэтому заходите тоже, посмотрите, какой макияж у меня с ней получился. Итого, вот знаете, прям таких ярких, да, релизов, которые мы с вами попробовали, у меня получается сейчас 41. Ну еще, я думаю, какие-то точно были палетки, которые я не засчитала, не запомнила. То есть больше 40 палеток мы с вами протестировали за этот год. Это, конечно, очень-очень круто. Видео у меня выходит же 3 раза в неделю, поэтому много-много мы всего с вами тестируем. Мы стали с вами разбираться больше в формуле, стали подходить к макияжам более творчески, более необычно. Если раньше мы с вами наносили только матовую складку, то теперь мы с вами экспериментируем, как советуют нам мировые визажисты. А не я это придумала, уточняю специально для некоторых. Поэтому наносим мы уже и сидяющие оттенки в складку, и это дает какое-то новое такое измерение, новый толчок. Мы движемся дальше, и я считаю, что это очень-очень круто. Про губы я хочу сказать, прям, знаете, совсем чуть-чуть. Мне очень нравятся киты от Hood Beauty. Вот эти вот губки, где наборчик помадка и карандаш. Они прекрасно друг к другу подходят. Про хладный кит, там, где карандашик чуть темнее, чем помада, очень-очень красиво смотрится. У меня есть также кит, который теплый, тоже очень красивый. В общем, средства для губ от Hooded. Мне нравятся, за исключением матовых помад. Матовые жидкие помады мне не очень нравятся у Hooded. Если говорить про уходовую линейку, у Hooded был тоже классный, этот бальзам Diamond. Мне он очень понравился. Коллагеновый бальзам от Charlotte Tilbury мне понравился тоже. Он у меня уже был в Project Penny, и я его закончила, мне он очень понравился. Также классный уход за губами от Nars. Все их наборы, да, в линейке Orgasm, просто вот такие вот. Мне они безумно-безумно понравились. Ну, собственно, вот такими у нас были с вами фавориты и разочарования за целый год. Ого-го-го-го, сколько мы всего с вами потестировали, попробовали, много чего теперь знаем и во многом разбираемся. Буду задать ваше мнение в комментариях, какие фавориты и разочарования у вас были в этом году. Ну, а на сегодня это было все. Спасибо, что были со мной, и увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи, и пока-пока!